Привет! Это снова прогноз погоды. Кажется, мы наконец-то выходим на регулярное вещание. И сегодня у нас в программе довольно будет необычно, потому что будет сразу пять книг, заключенных в две обложки. Этой весной под одной обложкой вышли сразу четыре романа Александра Ильичевского, составившие квадригу под названием «Солдаты Абшаронского полка». Под одной обложкой в книжке толщиной в 1088 страниц вышли Матис, Перс, Математик и Анархисты. Про роман Перс я вам пел во втором выпуске, если не ошибаюсь, «Прогнозы погоды». Про математика Матисса и Анархистов мы, наверное, еще поговорим. А сегодня хочется сказать о той книге, которая, возможно, станет для вас ключом к романам Александра Ильичевского. Это книга «Ослиная челюсть». Чем интересен Ильичевский? Вокруг поплуднево не бывает каких-то однозначных мнений. Я с несколькими людьми постоянно спорил о его текстах, в частности о романе Перс, который я очень сильно люблю. Но в итоге мы приходили к одному выводу. Все-таки Ильичевский больше поэт, чем прозаик. И эта книга это доказывает. В книгу вошли 87 миниатюр, которые я бы скорее назвал стихотворениями в прозе. Многие из них, кстати, впоследствии были реализованы в как раз той самой квадриге, о которой мы говорим, солдаты Абшаронского полка. Сам автор признается, что ему иногда проще записать сюжет в виде стихотворения, чем в виде какого-то другого наброска. Но тем не менее, несмотря на то, что автор говорит, что это как бы наброски к романам, на самом деле все эти стихотворения в прозе представляют собой вполне себе самостоятельные вещи, очень интересные, которые стоит прочитать для того, чтобы понять, что вообще за автор Александр Ильичевский, если вы хотите к нему приступить. А если вы уже его читаете, то, наверное, прочувствовать его поэтику так, как не позволит этого сделать длинный прозаический текст. Только стихотворение позволит понять автора на самом деле. Птицы святому Франциску поведали этот город. Тунец о симфонии этот город подкинул Ивану Бунину. Андрея Балконского этого города пришло и небо умыкнуло под аустерлицем. Шаланды, полные китайцев в глухомане туманных ночей, выбирались из-за океана на окраины этого града. Воображение Франциска, приблудившись в тумане к шуму прибоя, как к единственному ориентиру, хранило десант, как случай. Мегальным товаром рабочей силы прудили китайцы машну бунинского прораба, чтобы в стеклянном бивне вытащить этот город, и снимали с Нобеля сливки. Итак, с нами был Александр Ильичевский, «Ослиная челюсть». Эту книжку можно купить. По ссылочке, которую вы найдете под видео. И там же вы найдете ссылочку на книгу «Солдаты Абширонского полка», которая, если что, доступна по очень симпатичной цене. Если покупать 4 романа по отдельности, они вам обойдутся сильно и сильно дороже. Это был прогноз погоды. Не забывайте ставить нам лайк и расширить эту передачу. Это залог того, что мы будем выходить в эфир регулярно и будем вас радовать новыми хорошими книжками. Мы вас любим. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok